МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто из них не пострадал. На месте происшествия побывали наши корреспонденты. У меня за спиной одна из самых оживленных улиц с 9-го поселка Черногорска. По ней каждое утро ходят в школу дети, по ней же гонят на пастбище скот. Никто из местных жителей даже не мог и предположить, что этот пятачок на перекрестке может быть смертельно опасным. Узнали об этом жители окрестных домов только минувшим вечером. Как обычно, собрались у дороги, чтобы встретить возвращающееся с пастбища стадо. Когда до животных было уже рукой подать, коровы неожиданно начали падать. Я думал, ноги подвернула, что ли. Я полез ее, хотел за рога вытянуть, думаю, что хоть она там кричит. А другие следом, они как бесились, все, кидаются туда, лезут одна за одной. Хорошо я тоже выпрыгнула, защипала током. Сосед закричал, не лезть там, видать, ток. Чтобы не случилось большей беды, жители вместе с пастухом начали отгонять стадо от опасного места. А вот из оказавшихся в электрозападне коров удалось спасти только одну, кормилицу Владимира Фабера. Остальные четыре погибли. На рога накинули ее, оттащили ее. Она встала, посуталась маленькой и послали. Мужчина говорит, если бы его корову спасти не удалось, виновникам трагедии этого бы никогда не простил. Между тем, поликарпу Трухину придется учиться, пока жить без коровы. Сделать это будет непросто. В семье девять человек, из них пятеро внуки. Сейчас срочно нужно купить еще корову. Как вот это дело, если оплотят, значит, на этом наша жизнь будет составляться. Корова сухи не стоили 30 тысяч, но она вот сейчас столько бы дала на работку молока, что просто трудно сейчас оценить это. Между тем, первые шаги в поиске виновных люди уже сделали. В тот же вечер все четверо хозяев животных обратились с заявлениями в полицию. Но сотрудники ветинспекции посоветовали идти дальше. Подавать исковые заявления, я считаю. Сейчас все заактируем. Владельцев мы уже установили, естественно. Вывозить трупы, утилизировать. Главный вопрос, который волнует народ, можно ли ходить по этой дороге без риска для жизни. По словам людей после ЧП, энергетики ничего им не объяснили и даже не огородили электроопоры. Оно передается через стол, где-то изоляция или что-то плохое. Заземления нету или что есть? Это надо электриков, чтобы... А они разговаривать не захотели. Они даже милицию протокол не стали подписывать. Подписывать не будем, ничего, мы не имеем права. Сказали, мы не имеем права. Сегодня энергетики нам пояснили. Линия обесточена, на месте работала комиссия. Уже определена причина ЧП. Но давать интервью до окончания расследования специалисты отказались. Лишь после того, как суд определит виновных, можно будет говорить о выплате компенсации. Между тем, у жителей девятого поселка злополучное место еще долго будет вызывать опасения. Хотя ходить здесь придется уже потому, что каждое утро нужно отправлять коров на пастбище. Наталья Гармашова, Алексей Голубев, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Дерзкое ограбление совершено в поселке Майна. Трое преступников в масках ворвались накануне на автозаправку около пяти часов утра. Они были вооружены железными прутами и предметом, похожим на пистолет. Двое нейтрализовали охранника, свалили его ударами по голове, били ногами. Третий под угрозой оружия заставил открыть кассу. Под угрозой пистолета продавщицам угрожали и забрали деньги. Причем то, что смогли, то и взяли. Нападавших было трое человек, они были в масках. Но по данному факту сейчас проводится проверка. Преступники забрали всего 3,5 тысячи рублей и несколько карт экспресс-оплаты мобильной связи. Пострадавший охранник доставлен в больницу, полиция ищет преступников. Их возраст ориентировочно от 20 до 30 лет. Напомним, что в прошлом году по Хакасии прокатилась волна бандитских нападений на заправки. Преступников удалось задержать. Масштабное строительство ждет в ближайшее время жителей северной части Абакана. Здесь уже заметны перемены, которые, кстати, не очень радуют жильцов окрестных домов. В районе Полярки уничтожены несколько гектаров леса. Все это ради нового проекта. Масштабы оценил Константин Кравцов. Сегодня здесь уже не работает тяжелая техника. В районе Северной дамбы исчезла целая лесополоса. По замыслу застройщика, на этом месте будет коттеджный поселок, не имеющий аналогов в Хакасии. Однако цена такой уникальности не по душе жителям окрестностей. Был лес, грибы собирали, все, птицы жили. Сейчас все пусто стало. Ну как можно, ну как можно столько леса вырубить? Да где же охранная зона, тем более. Тем более охранная зона водоема. Мы когда строились, нас, ну сколько, отправили. Ну я не знаю, это... Ну нам, нам очень не нравится. Они не при... Со льда сейчас ничего не приберут. Уже не приберут, потому что она вмерзшая. Значит, деревья, которые были затоплены, они так и остались подо льдом. В которых свалила буря, вон они свалены. Все работы ведет известное в республике агентство недвижимости. Сегодня его представители от интервью на камеру отказались, сославшись на большую занятость. Притом подчеркнули, ничего противозаконного в их действиях нет. Ведь все согласовано с городской администрацией. Муниципальные экологи подтверждают, препятствий к вырубке леса нет. А вот архитектор Светлана Крылова говорит, участок в 60 тысяч квадратов городу давно не принадлежит. Земля частная, а значит, хозяин барин. Для размещения вот этой застройки они выполняли проект планировки, проходили публичные слушания. И теперь, очевидно, ведут подготовительные работы для осуществления строительства. К слову, строители уже презентуют свое творение. Пока в графике. На месте пустыря за три года должен вырасти новомодный город-сад. Коттеджи и таунхаусы в спальном районе вблизи водоема. И все это обособлено забором от глаз любопытных зевак. Это больше, чем простое удобное место. Это символ успеха, комфорта, уверенности и процветания. Меж тем, местные жители все еще верят. Символом успеха и уверенности диковинного поселка станут и те деревья, которые вполне смогут посадить его будущие обитатели. Константин Кравцов, Владислав Пустовоид, Вести, Хакасия. Разрез Оршановский получил главный документ, который позволит угольщикам продолжить работу по оформлению предприятия. На днях специалисты глав госэкспертизы города Москвы вынесли вердикт. Проектная документация угледобывающего предприятия на территории Бейского района соответствует всем установленным требованиям. Оршановский разрез не нанесет урона экологии Хакасии. Такой окончательный вывод сделали специалисты. Проект прошел согласование по всем аспектам. Особенное внимание специалисты уделили вопросам экологии и отдельно охране водных ресурсов. Согласно проекту, промышленники будут использовать очистные сооружения и баражную завесу. Это водонепроницаемая стена, вкопанная в землю. Она будет окружать карьер по периметру и не позволит попадать грунтовым водам в карьер и выходить из него. Общая стоимость всей очистной системы – более полутора миллиардов рублей. Кроме того, промышленники сократят до минимума взрывные работы. Все 24 ведущих эксперта института поставили свои подписи в документе, подтверждающем экологическую безопасность проекта. Сейчас начинается самый сложный и важный процесс. Это работа со всеми соответствующими организациями, органами, для того, чтобы нам сделать соответствующие документы для начала строительства разреза. Детская театральная студия «Присказка» выступила с первым отчетным спектаклем. В нем были заняты все 28 маленьких актеров в возрасте от 6 до 13 лет. Они представили зрителю муху-цокотуху Корнея Чуковского. Полгода с детьми занимались актеры театра «Кукол сказка». Юных актеров учили правильно говорить, двигаться, а самое главное – не стесняться. Ведь выступать им пришлось перед полным зрительным залом. В небольшом спектакле нашлись роли для всех. Главной героиней играли несколько девочек по очереди. А уж в роли страшного паука было занято сразу полтруппы. Это был первый спектакль по итогам полугода занятий. А весь студийный курс рассчитан на 5 лет. Вот этот творческий процесс не такой быстрый получился, как мне хотелось бы. Но даже маленькие победы – это интересно, это радует меня. Как человека, который хочет от них чего-то добиться. Вот мне ребенок ничего не делал, вообще ничего. И вдруг он выдает что-то мне. Меня радует и удивляет по-хорошему всегда. Поэтому интересно. До Дня Победы осталось чуть более месяца. В Хакасии продолжается прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк». На сегодняшний день желание пройти с портретом родного ветерана изъявили более 200 человек. О самом проекте и о том, куда нужно обратиться, нам расскажет координатор Всероссийского проекта в Абакане – Всеволод Пименов. Далее в нашей ежедневной рубрике «Интервью». А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся.